в этой группе тоже самое практически происходит как бы тестовые мероприятия здесь для вот большинстве строим стояли здесь сейчас волонтеры и им объясняли каким образом нужно работать собака и так далее ну думаю вы без моих комментариев здесь достаточно хорошо все поняли о чем речь как она будет и как должна работать собака и каким образом должен поступать статист и каким образом должен поступать именно проводник собаки давайте еще раз посмотрим на это все мероприятие собака должна хозяина уходить все наши привычные методы лессировки способов искушения и так далее работают с этим разрезом и когда особенно приходят какие-то сюжетники или спортсмены чаще всего самое сложное научить собаку работать самостоятельно и научить человека что он не должен контролировать каждый шаг собака будет искать свободу не надо давать свободу но при этом смотреть что она делает и управлять если это надо поэтому значит соответственно мы собаку на первых порах завязываем на статиста полностью человек не принимает никакого участия когда эту команду на поиск когда идет бывает что люди очень любят разговаривать на поиске ищи-щи-щи ищи-щи-щи ищи-щи Дуся хорошо 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 со собой просто ходит и она еще ничего не нашла вот я считаю что такие разговоры они собаку просто отвлекают и мешают работать самостоятельно Вот Значит, соответственно Сейчас мы с вами будем делать Самое элементарное упражнение Это два человека на глазах у собаки Побегут, рассеиваются По дорожке, друг за другом Собака будет пущена Она должна людей, которые сидят прямо на виду Бежать до них и просто облаять Это упражнение на обозначение Но оно очень полезное и очень элементарное Плюс собака включается в то, что она дальше будет работать Так, где у нас? Сейчас Светка демонстрирует Демонстрация ключевого предмета, да? Мотивация? Если у вас собаки знают, что они делают То не обязательно трясти их предметом Но можно и потрясти, можно позвать собаку Не знаю, я против того, чтобы трясти коробочку с едой Я скорее за то, чтобы собаку позвать Игрушку можно показать, убрать, побежать Не надо делать так, чтобы собака давилась на ошейнике Потому что собаки все разные У кого-то перевозбуждение, то его наоборот надо успокаивать Спасибо Если это педальный лабрадор, дразнить его, чтобы его еще возбудить Не надо Не надо, да? Его наоборот надо пускать спокойно Значит, давайте делимся, кто первый работает Хорошо Давайте я второй Собаки, давайте я кого-нибудь пропущу И потом это Только говорите На самом деле, если честно, то По поводу двух собак у одного человека Давайте я тоже игрушки дал, я второй пойду Не разрешаем собаку одновременно готовить две собаки Сразу скажу почему Потому что человек должен сначала сделать одно Он должен уделять, концентрироваться на чем-то одном У вас, может, другие правила, не вопрос, как хотите Но у нас просто правило Ты сначала делаешь и сдаешь с одной собакой Потом доготовишь здоровье То есть, когда достиг некого профи-уровня, да, уже, скажем Когда ты не будешь, собаки разные Ты еще не умеешь Тебе нужно переключаться с одной собаки на другую Менять тактику А ты еще и одну-то не сделаешь Понимаешь, ты не знаешь, как это делать Нет Это сложнее, дольше и больше ошибся Логично Так Вот Ну и самое еще Ну тоже в службе мы всегда Человек, даже если он прям офигенный, хороший кинолог и опытный Он больше трех собак иметь не может Причем разновозрастные То же самое Потому что нет времени и нет возможности Больше трех собак нормально, серьезно к ним относиться И нормально, серьезно их тренировать Одну сделал, молодую, да Вот она уже у тебя набрала Ты можешь брать другую Да Все, все, все Так Значит, у нас задача Давайте сначала один, потом второй Потому что я не знаю уровень Я боюсь прям усложнять Олег Давай небольшие пояснения просто Я не сразу начал снимать Тут ситуация в чем вообще Ошибка собаки в чем заключалась Ошибка здесь больше не собаки Ошибка здесь больше первоначального Кинологического эксперта Даже не кинологического эксперта Заключалась в следующем Что собака когда получала свое поощрение Свою, скажем так, зарплату, да Говоря человеческим языком То есть она находила статиста И она получала лакомство Прямо со статиста То есть в ее, скажем, сознании получалось Что я нашла статиста Значит давай мне быстрее, быстрее, быстрее Я вот здесь То есть если бы она изначально Ставилась следующим образом Что, грубо говоря Она нашла статиста И получала лакомство На вытянутой руке Лакомство, игрушку, вкусняшку свою Когда она просто в метре бы сходилась Гав, 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 гав Вот А сейчас она, получается, статиста Как бы копает, скажем так Теребит его Теребит, да Где моя зарплата Где-то вот здесь должна быть Где-где-где То есть собачка, собачка Собачка не на каком-то расстоянии А уже в непосредственном контакте Пыталась вступить в него Да Статист Второй статист был гораздо более опытным Ну, то есть это Светлана Анатольевна, да Вот она садилась И видно было, что он несколько раз Даже отталкивала собаку Чтобы та, ну, совсем на нее, как бы, не лезла То есть это ошибка По начальной постановке То есть чем это может быть чревато Допустим, лежит человек У него, допустим, сломает еду Там собачка Ну, моя 24 килограмма А бывает собачки и 40, и 45 Там один раз прослась по этому человеку И все Мы человека потеряли Вот чем это опасно Вот такая неграмотность Причиняя дополнительные травмы Если еще там присутствуют Еще они присутствуют Это может просто все усугубиться Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Спасибо